Опальные и одиозные американские политики, еще совсем недавно с позором сошедшие с политической сцены, один за другим возвращаются на Олимп. На очереди экс-генпрокурор и экс-губернатор Нью-Йорка Элиот Спитцер. Спустя пять лет после громкого секс-скандала и добровольного ухода в отставку, он нацелился на пост нью-йоркского контролера, главного финансового аудитора крупнейшего города страны. Большое дело нужно начинать с высокого старта. Элиот Спитцер, решив не экономить на агитаторах, уже платит из своего кармана каждому из сборщиков подписей до 800 долларов в день. Для официального вступления в гонку каждый кандидат должен заручиться поддержкой 3750 зарегистрированных однопартийцев, в данном случае членов Нью-Йоркского отделения Демократической партии США. Успеть собрать подписи нужно до вечера четверга. Эксперты говорят, что такой стремительной подготовки к избирательной кампании в сверх сжатые сроки в городе Большого Яблока еще не было. Напомним, пять лет назад политические конкуренты нашли и обнародовали данные о том, что Элиот Спитцер пользовался услугами элитной проститутки Эшли Дюпре, предположительно оплачивая ее интимный труд не из своих, а из государственных средств. До суда и разбирательств дело тогда не дошло, политик ушел сам. Теперь 54-летний Спитцер надеется, что избиратели, несмотря на вышеупомянутый скандал, простят ему прошлые грехи и обещают сделать немало хорошего, если жители города предоставят ему второй шанс. В ходе телеинтервью на вопрос о том, что изменилось в его личности с момента отставки в 2008 году, политик едва не прослезился. Это был очень болезненный период для меня, но пройдя через столько боли, вы меняетесь. Поверят ли избиратели в его искренность, станет известно скоро. Первичные выборы городского финансового контролера от Демпартии пройдут 10 сентября. Шансов на победу у Спитцера немало, считают политологи. Занимая пост генерального прокурора штата, он активно противостоял действиям банкиров, критиковал необузданность Уолл-стрит и отправлял на скамью подсудимых многих коррупционеров и нечистых на руку финансистов. Как показали последние несколько месяцев, секс-скандалы играют все меньшую роль во время американских предвыборных гонок. Совсем недавно в политику успешно вернулись Марк Сенфорд, выигравший выборы в Палату представителей Конгресса через 4 года после скандала по поводу его любовницы, и Энтони Винер, баллотирующийся в мэры Нью-Йорка, спустя 2 года после того, как послал девушке и еще десяткам тысяч своих читателей в Твиттере свою фотографию пикантного содержания. Так что, как считают политологи, проявить свою принципиальность и попытаться снизить уровень коррупции в Нью-Йорке Эллиот Спитцер еще сможет.